Кожаная куртка. Символ грубой мужественности. Но почему некоторые кожаные куртки такие дорогие? Цена иногда достигает сотен и даже тысяч долларов. Стоит ли платить за бренд? Не обязательно. Иногда вы получаете то, за что платите. И это особенно верно, когда речь идет о куртке. Томас и Реал Монреал Стайл здесь. Сегодня рассмотрим разницу между дешевыми и дорогими куртками. Первое, где вы действительно увидите разницу за свои деньги, это кожа, из которой изготовлена куртка. Есть два аспекта, на которые нам нужно обратить внимание. Во-первых, это тип кожи. И во-вторых, качество кожи. Сначала давайте поговорим о различных типах кожи. Два самых наиболее распространенных типа кожи, которую вы увидите, это овчина и воловья кожа. Кожа ягненка легкая, мягкая и требует очень мало времени для обработки. Однако она непрочная в отличие от воловьей кожи, которая имеет более заметный зернистый рисунок. Отличным компромиссом будет телячья кожа. Мягкая, как овечья, но прочная, как воловья. Также популярна козья кожа. Она легкая, прочная и имеет уникальный внешний вид с характерной текстурой гальки. Козья кожа в той же ценовой категории, что воловья и овечья. Есть еще лошадиная, буйволовая и лосиная кожа. Такие куртки будут дороже, чем обычная воловья или овечья кожа. Но что же самое дешевое? Козья. Искусственная кожа. На самом деле это разновидность пластика, из которого изготавливают куртки по цене ниже 200 долларов. Если натуральная кожа со временем покроется патиной, то искусственная кожа начнет трескаться и отслаиваться. Я настоятельно рекомендую один раз потратиться и купить куртку из натуральной кожи. Теперь перейдем к качеству кожи. Все виды кожи состоят из трех частей. Самая дорогая – полностью зернистая. Слой ниже – менее зернистая. И самый нижний – натуральная кожа. Нешлифованная кожа сохраняет естественную зернистость шкуры. По этой причине он является самым дорогим. Цельное зерно – это самый толстый срез кожи, поэтому для обработки потребуется больше времени. Ниже идет верхнее зерно. При этом удаляется самый внешний слой, поэтому он тоньше и дешевле. После шлифования верхнее зерно приобретает однородный внешний вид. Поскольку этот самый верхний слой отшлифован для удаления пятен, кожа с верхним зерном также не будет такой прочной, как кожа с полным зерном. Последний тип кожи, о котором стоит поговорить – это натуральная кожа, также известная как замша, которая имеет красивый внешний вид благодаря ворсовой поверхности. Однако она является самой дешевой из трех видов кожи из-за непрактичности, излишней мягкости и склонности к появлению пятен. Правильная посадка. Куртка должна хорошо на вас сидеть, потому что потом ее почти невозможно подогнать. Дешевые кожаные куртки сделаны так, чтобы они удачно сидели практически на любом типе фигуры. Из-за этого большинство дешевых курток имеют мешковатую посадку и широкие рукава. Более дорогой бренд часто адаптирован к определенному типу телосложения. Так что если вы найдете подходящую вам марку, у вас будет куртка, которая сядет на вас как влитая. Одна из немаловажных частей – это фурнитура. Когда дело доходит до застежек молний или пряжек, сразу проявится дешевизна куртки. YKK – это распространенный бренд застежек молний, который используется на дешевых куртках. Высококачественные застежки выпускают фирмы Riri или Recagni. Их молнии изготовлены из более тяжелого металла и с гораздо меньшей вероятностью выйдут устрою в течение срока службы. То же самое относится к пряжкам. Хорошая кожаная куртка прослужит вам десятилетиями. И наконец, качество пошива. В дорогой кожаной куртке будет использована высококачественная нить. Нить у дешевой куртки из искусственной кожи быстро придет в негодность. Теперь о подкладке. Как и на ваших костюмах, у куртки есть подкладка. Для подкладки у недорогих курток, как правило, выбирают дешевый пылестер, который не дышит и подвержен разрывам при частом ношении. В куртке высокого класса будет использоваться ткани с хлопка или бемберга. Такая подкладка будет более воздухопроницаемой. Итак, джентльмены, какой ваш любимый стиль кожаной куртки? Дайте мне знать в комментариях ниже. Что вы сделаете, если у вас есть красивая старая кожаная куртка, которая нуждается в реставрации? Посмотрите это видео, где я показываю вам, как привести в порядок старую кожаную куртку. Продолжение следует...